Здравствуйте! В эфире программа «В центре событий» в студии Светланы Стебенькова. Смотрите выпуски. Субтитры создавал DimaTorzok 28, 29 и 30 мая отрицательная динамика в общей сложности составила 4 см. Показатель уровня сейчас находится на отметке 6,68 м. Это на метр с небольшим ниже критических показателей для нашего города. В прошлом году Югра пережила сильнейший паводок за последние 30 лет. В Нижневартовске на пике половодья обподнималось до уровня 10,61 м. В зоне наводнения оказались сотни дачных домов. Наводнение также произошло и в других крупных городах Мау, в том числе и в Сургуте. Бюджет Югры покроет большее количество медицинских услуг для жителей округа. Изменения в параметре территориального обеспечения внесли на заседание регионального правительства. Так, объем финансирования увеличили на 500 рублей. Теперь уровень оплаты медицинских услуг на одного югорчанина превысил 36 тысяч рублей. Губернатор Югры Наталья Комарова заметила, что рост объема гарантий бесплатного медобслуживания обязан отразиться и на улучшении качества услуг в данной сфере. И пациенты, и медики должны быть уверены в том, что они будут обеспечены достаточным уровнем финансирования при получении и оказании медицинской услуги. Остается самое главное – трансформировать эти вложения в качественную медицинскую помощь во всех учреждениях здравоохранения автономного округа. На участие во всероссийском конкурсе «Город будущего Югры-2050» заявились 120 человек. Среди них 26 проектных команд и 15 индивидуальных участников. Главная цель мероприятия – повышение стандартов жизненного пространства городов. В финал войдут 10 проектов, лучшие из них выберут 10 августа. Конкурс проводится в двух номинациях – «Лучшая концепция города будущего Югры-2050» и «Лучшая идея или рекомендация по созданию центра притяжения города». Свой взгляд на жизнь в 2050 году продемонстрировали довольно много участников со всей России – коллективы из Крыма, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. Мы знаем, что сегодня горизонт планирования всех стратегических документов – это 30-й год. А что будет дальше? И вот, наверное, и в непростое время с помощью и молодого поколения, и сложившихся коллективов хотелось помечтать и посмотреть, а как видят будущие жители тем, кому придется в это время работать, применять свои профессиональные навыки, как видят наши города, как видят наше пространство, уклад жизни в 2050 году. Дмитрий Шаповал отметил, что формирование будущего происходит ежедневно, а главными авторами развития становятся сами югорчане, которые путем общественных запросов вносят в документы регионального стратегического планирования, соответствующие поправки. Заинтересован в реновациях и сам регион. Мотивировка, минимизация, затрат на архитектурные и градостроительные решения в будущем. Своевременное планирование позволит как можно реже менять формирующийся уклад жизни территорий. Данный конкурс может позволить заранее выработать решения, способствующие развитию горских муниципалитетов. Основной вектор сегодня – мы его задали как проект – это бережливый регион. И все эффективные технологии мы будем поддерживать и продвигать во всех сферах. И это не исключение сферы строительства. Но строительство – это сегмент. Это небольшой сегмент реализации того плана, той идеи, которую мы закладываем. 8 тысяч югорчан могут рассчитывать на возврат взносов на капитальный ремонт. Все они – жители новых многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию после 25 декабря 2013 года. Напомню, соответствующие поправки в окружной закон вступили в силу в ноябре прошлого года. Согласно им, жителям таких домов предоставляется пятилетнее освобождение от платежей на капремонт. Те же собственники, которые уже внесли плату, имеют право на ее возврат. Стоит добавить, что в Югре насчитывается 109 таких зданий. Вместе с тем в Сургуте по программе капитального ремонта в этом году отреставрируют 75 домов. На эти цели выделено более миллиарда рублей. Программа краткосрочная на следующую трехлетку пока что еще формируется. Из той долгосрочной программы, которая уже существует, в июне месяце будет более точно известно. Ну, конечно, это будет не 75 домов, но где-то порядка 40 сейчас точно сказать не смогу. Замечательные соседи. В Хантамансийске прошла встреча жильцов с председателем ТСЖ. Но не для того, чтобы пожаловаться на плохой ремонт или нарушение порядка. Они всем двором отпраздновали Международный день соседей. О доме номер 25 по улице Дзержинского ходят легенды, что его ставят в пример всем остальным ТСЖ региона. Так ли это, выяснял наш корреспондент. Праздник состоялся в рамках Всероссийской акции «Наши соседи». Но жильцы этого отдельно взятого дома ни в какие рамки себя не загоняют. Часто по собственной инициативе устраивают праздники. Международному дню соседей готовились основательно. Напекли вкусностей, запаслись позитивным настроением. Я маме каждый день, каждый вечер говорила, поскорее бы начался этот праздник. Вот я всегда хотелась. Вот моя подруга Катя еще хотела прийти, но у нее не получилось. Ее папа вечером забрал. Но вот маме вчера помогала хлеб резать, колбасу. Ну и все. И мама сегодня только успела все запечь и расплавить сыр. Мы готовили с мамой пирог. Я ей помогал продавать ингредиенты. Тесто помогал ей. Мы готовили муравейник. Было очень трудно как бы тесто там замешивать. Еще надо было у окна как бы разогревать печеньки. Мы с мамой заказывали пиццу. Мы хотели ее сами приготовить, но тетя Соня, наш домашний комитет, сказала, «Не парзи ты, тетя Ира, за уши закажи». Дети поиграли бы в вышибалы или резиночки, да не умеют. Вместе с приходом новомодных гаджетов прервалась нить, когда дворовые забавы передавались от старшего поколения младшему. Организаторы праздника в один день наверстали упущенное. Не верится, но такое единодушие в доме было не всегда. Поначалу в истории, конечно, были напряженные отношения. Дом у нас непростой, дом у нас вводился в две очереди. Поэтому были даже две управляющие компании одновременно. И были недопонимания, были всякие разные небольшие конфликтные ситуации по стоянкам автомобилей, по всяким другим моментам. Но когда мы объединились в единый дом, когда мы организовали ТСЖ, когда Софья, наш председатель, взяла всех под контроль, под свое крыло, люди стали гораздо лучше друг к другу относиться. Оказалось, что если уважать друг друга, то жить можно очень даже дружно. Они попробовали, им понравилось. Парковка распределена, мусор убирают вовремя. Заходим в первый попавшийся подъезд. Чистота и красота. Решен вопрос с надписями на стенах. Во-первых, это камеры на всех этажах. Во-вторых, детям раздали трафареты для рисунков, чтобы они легально применили свои творческие способности. Для оперативного решения вопросов у жителей есть группа в Вайбере. Зимой у нас на пятом этаже прорвало трубу отопления. Был в Вайбере клич, все отреагировали. В принципе, таких основных масштабных потерь удалось избежать, которые могли бы быть. Работы еще много, говорит человек с безудержной энергией, председатель ТСЖ Софья. Нужно ремонтировать крышу, ставить турники. Но если оглянуться на дела недавно минувших дней, невольно поражаешься. Всем двором посадили клумбу, поставили шлагбаумы для безопасности детей. А в день, когда решили скидываться на батут, деньги моментально пришли практически от всех жителей без вопросов. Силами ТСЖ добились даже снижение стоимости платежей за ЖКУ на целую треть. Это сделали мы в части отопления, поскольку отопление достаточно дорогое, если оно идет по общедомовому. И мы на общем собрании приняли решение, что мы будем оплату производить по индивидуальным приборам учета. И только разницу будут разносить как места общего пользования. И мы практически год добивались, 44 прибора было поверено, сменено из 78-квартирного дома. То есть мы думали, что обойдемся месяцем, а на самом деле ушло практически год. У такой слаженной команды и свое видение реализации программы капремонта. В конце прошлого года жильцы приняли решение забрать деньги у югорского оператора на свой спецсчет. Распоряжаться финансами намерены поэтапно, не дожидаясь прихода инфляции. В ближайшем времени планируют утвердить смету на инженерные сети и подвальное помещение. Явка на собраниях жильцов рекордная во всем регионе, под 90%. Они, как никто, на собственном примере убедились – сила в единстве. Наталья Бабушкина, Екатерина Любешева, Сергей Колотов, Сургут, Интерновости. Значительная часть школьников Югры отказываются сдавать тест на наркотики. Число уклонившихся от добровольной процедуры превысило 7,5 тысяч человек. На заседании региональной антинаркотической комиссии губернатор округа Наталья Комарова поручило ответственным специалистам сделать общепринятой нормой сдачу обозначенного теста. В нем участвуют подростки от 12 до 17 лет. Проверка делится на два этапа. Сначала в рамках социально-психологического исследования выявляются учащиеся, потенциально подверженные этому пагубному увлечению. На второй этап медицинского осмотра попадают школьники с группы риска. Добавлю, что в этом году тест прошли только 70% от общего числа подростков. По итогам тестирования было выявлено чуть более 1300 результатов с высокой степенью риска. К счастью, по итогам проверки выявлено о том, что ни одного положительного результата не показано среди тех, кто упал в высокую зону риска. Возбновились отказы от прохождения процедуры тестирования. В этот раз в числе отказников 7809 человек. Важно проанализировать причины в этой статистике, особенно по тем муниципалитетам, где они приобрели массовый характер. В Мегионе 30%. В Кванторию Механтамансийска появились первые выпускники. Занятия для юных ученых стартовали в конце ноября, когда ввели в эксплуатацию это новое для игры учреждение. Дети здесь заняты дополнительным образованием по выбранному направлению. Все уроки бесплатные для посетителей. Предложений много. Автомоделирование, нейротехнологии, малая беспилотная авиация, робототехника и многое другое. Целью всех занятий, помимо прочего, является развитие. У ребенка желание что-нибудь изобрести и запатентовать. За первый год обучения Кванториум успешно окончили 304 ребенка из 370 поступавших. Я программирую робота, чтобы он очептил формастер в домик. А почему именно домик? Нам задали задачу. А что еще будет уметь твой робот, когда ты его усовершенствуешь? Ну, я думаю, что он сделает два дырка. Сейчас технопарк, на территории которого и находится Кванториум, готовит делегацию для поездки в Совет Федерации в конце июня. В команду, кроме преподавателей, войдут самые успевающие дети из авто и нейроквантумов. Для формирования интересного стенда повезут изобретения. Перед поездкой в технопарке провели экскурсию для журналистов, где показали чудо-машины и инновации. Среди них стельки с подогревом, прототипы, выполненные на огромном 3D-принтере, камера, создающая цельную вещь из нескольких деталей, а также угостили соком, в котором сохранены все витамины. Специальный аппарат-кавитатор разрушает молекулярные связи в бруснике, делая однородный напиток. Бактерии при таком способе погибают без кипячения. Ну и несколько слов о перспективе развития технопарка. Мы представляем, что общая система поддержки инновационного бизнеса будет выглядеть в виде пирамиды. В вершине будет находиться технополис Югры. Очевидно, это будет какая-то трансформация нашего технопарка. Средняя часть будет представлять собой индустриальные парки в крупных городах. Сургут, Нижневартов, Сняга, Нефтьюганск. И в основании будут лежать технологические площадки, которые будут располагаться в муниципальных образованиях, те, которые готовы к подвижению инновационного бизнеса у себя. Он придумал стенд для тестирования лыж, получил ряд патентов на изобретение. И идея этого инновационного проекта заключается в том, чтобы из большого многообразия лыж отобрать те, которые являются самые лучшие. И сейчас Олимпийский комитет России пользуется вот этим замечательным стендом. И Александр Геннадьевич ездит по заводам европейским и отбирает лыжи для наших сборных команд. Более 60 школьников Сургута приняли участие в соревнованиях Школы безопасности. На базе Центра специальной подготовки «Сибирский регион» ребята смогли испытать свои силы в полевых условиях. В каких дисциплинах соревновались подростки и какая команда стала лучшей, узнала Ольга Нахаева. Шестиклассница Оксана Бережная учится в кадетском классе. Впервые отправилась на Школу безопасности. Уже определилась с будущей профессией. Оксана хочет стать полицейским. Прохождение испытаний Школы безопасности поможет поддержать физическую форму. Мне нравится заниматься, правда, очень волнительно. И физическая подготовка у меня небольшие проблемы, особенно с картоведением. Это интересно, весело. Отчего бы отдохнуть можно на природе и всякое такое. Позаниматься, навыки какие-то получить. Школа безопасности позволит получить различные навыки выживания в полевых условиях. Ребята будут соревноваться в таких дисциплинах, как ориентирование на местности, прохождение пожарно-тактической полосы, физическая подготовка, организация быта в полевых условиях. Одним из самых интересных для ребят стал этап пожарно-тактической полосы. Детям данный этап, как пожарно-тактическая полоса, нравится, потому что довольно-таки интересный и скоростной этап, начиная с одевания боевой одежды, преодоления бумов, заборов. В принципе, детям нравится подобное соревнование. Муниципальный этап окружных соревнований состоялся на базе Центра специальной подготовки «Сибирский легион». Там ребята разбили палатки, готовились к испытаниям. Дети должны уметь и жить в палатках, и сами себе кушать, варить, вот все себе обслуживать. Школа безопасности идет как бы по линии предмета ОБЖ. Это практические действия предмета ОБЖ. Все семь команд справились с испытаниями. Лучшими среди сборных до 14 лет стали ребята из пятой школы. В старшей группе победили учащиеся первого лицея. Им достались дипломы и кубки. Также возможность отправиться на окружные соревнования школы безопасности в сентябре. Ольга Нахаева, Вячеслав Шаркунов, Сургут Интерновости. В нашем городе прошли соревнования по легкой атлетике «Сургутская верста». Турнир проводили уже в 18 раз, и он был традиционно приурочен ко Всероссийскому Олимпийскому дню бега. В программу вошли несколько дисциплин. Забеги на 1594 метра, 5 километров и марафон 42 километра, 195 метров. Всего на дистанции вышли порядка 200 спортсменов и любителей. Открытие легкоатлетического сезона дает возможность спортсменам заявить о себе. Ежегодно поучаствовать в марафоне приезжают иногородние участники. В этом году среди легкоатлетов были представители Югры, Башкирии, Нового Рингоя, Ноябрьска. Надо отдать должное, что марафонских забегов по России, если 5 лет назад было около 130, в прошлом году было порядка 220. Они тоже, правда, малочисленные, но, тем не менее, там спасает то, что расстояние гораздо меньше, и людям проще, они на электричках ездят. А к нам, чтобы приехать, вот из Башкирии приехали, дорога в одну сторону 3000. Далековато. В этом году трассу для марафонской дистанции модифицировали. Один круг на лыжероллерном стадионе уменьшился до 3,5 километров. Изменения произошли за счет того, что на каждом из этапов спортсмены забегали на стадион. Итого, атлетам предстояло преодолеть 12 кругов. В марафонской дистанции приняли участие 30 человек. В различных возрастных категориях победу в нем одержали представители Сургута, Сургутского района, Нового Ренгоя, Топейска, Ноябрьска и Нефтекамска. Для марафонцев они жалуются, что немножко перепады их, конечно, сбивают. Достаточно сложно для них бежать. Но, тем не менее, мы убрали два искусственных подъема, которые образованы на лыжерной трассе. Но, в целом, за счет уменьшения, еще раз говорю, количества кругов, количество, соответственно, подъемов в этом году она полегче. Ну а уже завтра в столице автономного округа стартует чемпионат Югры по легкой атлетике. Соревнования пройдут среди студентов в зачет универсиады организации высшего образования Хантамансийского округа. Ожидается, что в турнире примут участие 50 человек из четырех вузов региона Сургутского государственного, педагогического, Нижневартовского и Югорского университетов. Закрытие турнира состоится 3 июня. Победители отберутся на аналогичные вузовские соревнования Уральского федерального округа. На этом выпуск завершен. Всего доброго. До встречи. Вы хотите знать, как работает ваш бизнес без вас? Видеонаблюдение через интернет. Мы покажем в любом месте, на любом устройстве. ОКОВИДИОН. 4909. Югорский ювелирный холдинг представляет долгожданное открытие фирменного магазина ювелирного бренда «Соколов» в Сургуте. Агора. Улица Профсоюзов, 11. В клинике «Дентмастер» вы можете подчеркнуть красоту и обаяние вашей улыбки с помощью новейшей системы отбеливания «Бьонт Полюс». Это инновационная, безболезненная, абсолютно безвредная система отбеливания в мире. Покупка квартиры без риэлторов, без посредников, без первоначального взноса, либо первоначальный взнос может составить всего 64 тысячи рублей. Только в офисе продаж «Сипромстрой» на Тюменском тракте 2-1. «Сипромстрой». Добро пожаловать домой. Магазин «Сапфир». Мир очарования, созданный талантливыми мастерами Урала. В ассортименте изумительные образцы ювелирного искусства с драгоценными камнями. Коллекция эксклюзивных изделий из московской выставки. Магазин «Сапфир». Улица Сибирская, 15. В магазин «Адам» поступила новая коллекция мужских и женских джинсов. В наличии все размеры. Улица 50 лет, ВЛКСН, 3,2. Телефон 3763-77. И о погоде на 1 июня. Здравствуйте. В студии Наталья Яркова. Генеральный партнер прогноза погоды – компания «Еломед». Я живу не только для себя. И это нелегко. Но в этом мое счастье. И даже такие проблемы, как артроз, не пугают меня. Потому что под рукой у меня всегда есть «Алмак». Чтобы снять боль, воспаление, я выбираю «Алмак». Время летних цен. Только до 15 июня цена на «Алмак» снижена. В аптеках «Формадом», аптека «Отсклада», «Экона» и «Бережная аптека». Применяйте аппарат «Алмак-01», чтобы устранить боль в спине и суставах, предотвратить рецидивы заболевания и улучшить качество жизни. В среду большая часть Западной Сибири останется под влиянием тыловой части циклонического вихря. По-прежнему будет ветрено, очень холодно. Пройдут осадки в смешанной фазе. Температурный режим окажется на 5-8 градусов ниже климатической нормы. И только на западе региона, благодаря антициклону, распогодится и немного потеплеет. Ночью в Сургуте и окрестностях облачно, временами мокрый снег. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду, порывистый. Температура воздуха минус 1, плюс 4. Утром также облачно, местами осадки. На столбиках термометров около 4 градусов тепла. Днем по-прежнему облачно, кратковременные осадки. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду, порывистый. Температура плюс 1, плюс 6. В Сургуте открылся специализированный магазин «Домашний погребок». В ассортименте все необходимое для домашнего приготовления праздничных напитков и солений. Дистилляторы, дрожжи, ароматизаторы, дубовые бочки, самовары и многое другое. Магазин «Домашний погребок». Чтобы каждый смог. Весь июнь скидки 20% на все дистилляторы и банные принадлежности. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление будет расти и составит 755 миллиметров ртутного столба. Каждый мини-байкер найдет своего верного спутника. Самый популярный велосипед уже в «Карапузе». Хит-продаж этот велосипед ваш. Карапуз. Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам всего самого доброго. Будьте здоровы. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!